Здравствуйте, друзья! Сегодня говорим о беременности у кошки. Как определить, беременная кошка или нет? Начнем с симптомов. Но учитывайте, что признаки беременности дают погрешность. Когда мы пользуемся только органами чувств, можем ошибиться. Понятно, что опытный человек, ветеринар или заводчик, занимающийся кошками довольно долго, могут точно определить беременность и 90-95% достоверности. Даже скажут, сколько котят. Но все-таки процент ошибки есть. Симптомы. Итак, начнем с того, что вы кошку видите в первый раз, когда она беременна. Вы не знаете, как она себя будет вести. Первые две недели беременности для вас могут ни о чем вообще не говорить. Потому что вот эти симптомы будут малозначительны. Когда вторая и третья беременность, вы уже знаете, как у этой кошки протекает, тогда даже на первой неделе вы уже можете сказать, да, она вероятнее всего беременная. Но это нужен опыт. Явные признаки проявляются на третью и четвертую неделю. Почему? Уровень гормонов беременности повышается, и мы видим симптомы. Самый характерный. Увеличиваются соски, краснеет кожа. Меняется аппетит. Кошка может кушать то, что раньше не ела, или отказываться от любимых продуктов, кушать больше или меньше. Поведение меняется. Больше спит, меньше играет, меняет место любимое. Вот, допустим, кошка на кровати любила спать, потом перемещается в шкаф куда-то, или под кровать прячется. Ласковое становится, или наоборот агрессивное. Что-то происходит в поведении кошки. Рвота может появиться. Не у всех кошек, но появляется. По утрам чаще всего. Рвота должна быть не обильная и не частая. Если вдруг вы видите, часто рвота частая, с примесью крови, слизи, глисты есть, угнетенное состояние у кошки, отказ от еды, от питья, температура, понос или другие симптомы, то не списывайте на беременность. Это значит, кошка заболела, и нужно показать ее доктору. Рвота – это симптомы, и он может говорить как о болезни, так и о том, что кошка беременна. Поэтому держите это на контроле. В 3 недели, в 21-28 дней, уже можно прощупать эмбрионы. Но самостоятельно лучше этого не делать, если опыта у вас нет, потому что все равно вы не найдете ничего там. Запутаетесь, не поймете, эмбрион это или не эмбрион. А навредить можете. Вам это исследование ничего не даст, а какой-то негатив вызрит. В месяц с плюсом появляется набор веса. У кошки округляется животик и усиливается линька. Тут уже явные признаки беременности. Хотя, когда один-два котенка, они не так выражены. Когда ближе уже к родам за 2 недели, мы видим шевеление котят. Я покажу на видео, как это происходит. Это уже явный признак беременности и говорящий о том, что котята живы. За неделю до родов появляется молозиво. Не у всех кошек, но чаще всего. За день, за два, полтора-два дня может понизиться температура. Она чаще всего и понижается. Это говорит о том, что начался родовой процесс. Как точно определить беременность? УЗИ мы с 21 дня примерно можем определить, есть беременность или нет. Чуть позже, месяц с плюсом, сказать жизнеспособные котята, сколько их примерно посчитать. И более достоверно рассказать о патологиях. С 42 дня сделаем рентген, если это нужно. И говорим, сколько котят. Рентген имеет свои негативные свойства. Поэтому в раннем, в ранние сроки беременности лучше его не применять. И вообще, друзья, если вдруг у вас кошка забеременела, вы знаете, вот делали плановую вязку, знаете, что все протекает нормально, нет никаких симптомов угрожающих, лучше никуда ее не возите, никому не показывайте. Сохраняйте спокойствие. Потому что кошка впечатлительное животное. И особенно в такой период, если какой-то стресс, беспокойство, то может на течение родов сказаться. Когда наблюдаете изменение температуры, отказ от еды, какой-то симптом угрожающий есть, выделение из петли кровотечения, тогда нужно, конечно, уточнять, показывать доктору, делать УЗИ, рентген, дополнительные исследования, чтобы определять, есть патология или нет. Если все протекает нормально, беременность – это физиологическое состояние, не беспокойте кошку, она родит. Просто изучите информацию, как это происходит, как помочь ей, и в каких случаях нужно принимать меры. Будут у вас дополнения, пишите в комментариях. Нужна консультация, ссылка в описании. И напоминаю, друзья, каждую субботу на этом канале проходит прямой эфир в 19.00 по Москве, где вы можете задавать вопросы и о собаках и о кошках, получать ответы. Теперь послушаем нашего эксперта. До новых встреч. Такое ощущение, что что-то забыл сказать. Ну да ладно, если что, вы меня дополните. Пока, друзья. А, а я знаю, о чем ты забыл сказать. Продолжительность беременности у кошки – сколько? Не сказал. 61-68 дней в среднем, а может быть и больше, если мало котят или кошка перенервничает. Поэтому не нужно нервировать беременную женщину. Ей так не очень просто в этот период. Ну а вообще я вам скажу, вот эти котятки, беременные женщины, ми-ми-ми, всем нравится, но это что-то не мое. Пусть занимается кто-то другой, я не против котят, но я решил, что поживу для себя. Понаслаждаюсь жизнью, мир прекрасен, а всякие вот эти сопливые носики, поносики, памперсы, или что котятам покупают, наполнитель специальный, пожалуйста, не для меня. Я этот, как называю, childfree, вот, это мое, точно, childfree. Я так решил.